всем доброе воскресное утро давайте подождем немножечко пока все присоединятся я пока расскажу немножечко о себе меня зовут екатерина великанова я очень рада быть с вами там женском круге благодарю всех участниц спикеров наши вчерашнего дня это вообще на самом деле каждая из вас такая уникальная такая прекрасная и очень приятно смотреть и очень радостно что вы самовыражаете себя несмотря ни на что ведь это же на самом деле для многих людей очень страшно вот так вот эти выйти в прямой эфир и для кого-то что-то рассказать да и сегодня вот мы как раз поговорим а зачем для чего все это делать тема у нас сегодня служение что же такое служение да здравствуйте все кто присоединился доброе утро и те кто вот здесь сейчас можете пожалуйста в комментарии написать что же такое служение для вас потому что это слово мы должны договориться о терминах о понятиях прежде всего да что же такое служение пока вы пишете я расскажу о том что я являюсь йога инструктором сертифицированным международным сертификатом я игра практик провожу трансформационные игры данный момент у меня пять трансформационных игр я провожу консультации с метафорическими картами я являюсь арт-терапевтом и провожу детские праздники это и взрослые этажи из моей прошлой жизни потому что раньше в россии у меня было праздничное агентство сейчас я живу в финляндии и продолжаю этим заниматься вот поэтому кому интересно переходите на мою страничку потом но давайте к теме нашего разговора сегодня итак служение что же такое служение пока вы пишете я расскажу что же это такое для меня а вот татьяна пишет спасибо когда отдаешь что-то другим бескорыстно хорошо очень хорошее определение я думала до эфира что это для меня и у меня сразу ассоциации словесные да то есть словами это служение как служанка то есть услужение кому-то то есть это получается всплыло вот такое да у меня что это человек ниже по рангу по уровню если какая-то есть иерархия который вот тоже все это делает потому что он должен кстати тоже у меня какие-то негативные ассоциации со служением когда кому-то что-то делаешь безвозмездно да ну вот ксения тоже тоже то что я говорю или например служба у солдат да особенно раньше когда солдат забирали там на 10 на 20 лет они служили кому чему непонятно но каждый день они просто просыпались смысле о том что они должны да но вот мне очень нравится татьяне на определение да поэтому мы должны договориться в самом начале что же мы будем понимать под этим словом служение и мы будем понимать вот мне очень нравится танина определение когда отдаешь что-то другим бескорыстно когда у нас есть какая-то какое-то понимание более высокая для чего я это делаю и тогда вот это вот бескорыстно безвозмездно она как будто бы отходит на второй план то есть то что я делаю я знаю что я за это все равно получу деньги я буду жить в изобилии но она не связана напрямую да потому что когда мы находимся на нижних уровнях развития если мы будем говорить с точки зрения энергетики то мы думаем о нашем выживании и у нас прямая связь я пошел этому человеку там подстриг его сделал прическу я парикмахер например тут же получил деньги вот он обмен энергии но во вселенной бог так все устроил намного все сложнее интереснее запутанные и с этой точки зрения прекрасны да то что не всегда то что мы делаем безвозмездно оно на самом деле потом покрывается все сторицей но приходит не сразу да то есть вот не то что это сейчас такая прямая логика что я сейчас вам веду эфир я же веду его тоже сейчас бескорыстно безвозмездно это тоже такое служение людям но я больше чем уверена что это все засчитывается да какие-то как это там как бы говорят плюсик карме если это на такой на юмористический язык перевести то есть не нужно цепляться да вот за это и смотрите мы с вами у нас женский круг и я приготовила для вас такую книжечку может быть вы читали предназначение быть женщиной ольга валяева тоже можно почитать рекомендую если у кого-то нету и это только одна из книг которая мне просто сейчас перед эфиром попалась в руки но я думаю что напишите вот в комментариях согласны ли вы с тем что все-таки мужчины и женщины они так как мы в разных телах мы немножко различаемся у нас разные задачи и у нас разное предназначение в этой жизни согласны с этим если мы не будем брать такой при совсем примитивный например женщина рожает детей мужчина не может да но это же тоже огромное различие вот как вы согласны с этим или нет напишите пожалуйста в комментариях что женщины и мужчины как женщина с венеры мужчины с марса да такая еще есть книга а я расскажу с точки зрения энергетической системы вот смотрите у нас есть если мы в йоге говорим что у нас есть энергетические центры и каждый из них он на самом деле привязан к определенной нашей иммунной системе к нашей железе да то есть это либо щитовидная железа либо это шишковидная железа либо наши там яичники да то есть половые органы но интересно что если мы углубимся в изучении физиологии мужчины и женщины вот с этой точки зрения как выделяется как работает гормональная система как вот эти железы работают и какие гормоны выделяют то ведь становится сразу понятно что это огромное различие да если например у женщины выделяется гормон мужского больше то у него начинает расти борода такой становится голос да там фигура меняется также у мужчины если у него нехватка мужского гормона то у него становится наоборот там тонкий голос да он там как-то начинает себя вести немножечко по-другому но вот если с точки зрения энергетических центров то они каждый из них привязан как раз к нашей вот этой железе так системе поэтому это если с точки зрения тела и конечно мы разные так в чем же все таки вот это вот женское предназначение и я думаю что одно из них это все таки можно сказать что это служение но сейчас мы разберем что и как что я имею в виду потому что здесь тоже очень важен баланс на самом деле когда я училась ударе калякиной на курсах в центре эволюции херон мы разбирали такую тему о том что да спасибо за ваши да конечно что вы согласны это хорошо это значит мы на одной волне спорить не будем комментарии хорошо и там поднимали такую тему на этом обучении о том что мужчина приходит в этот мир уже с сильным сформировавшимся эго и его задача как раз научиться это эго перешагивать да и что-то делать для других людей девочка когда рождается она сразу рождается с потребностью и желанием отдать всю себя людям вот вы представьте например маленькая девочка три годика и рядом с ней маленький ребенок вдруг пришли в гости да и появляется ляльчика она же тут же сразу захочет ее укутать обогреть девочки играют там в домик в куколке то есть это самого начала чаще всего да сейчас у нас много понятий перевернуто но вот если мы заглянем чуть чуть дальше например поколение наших родителей ну и мы тоже в детстве когда росли это же полностью хочется отдать себя и вот как раз рост женщины то чтобы укрепить свое эго то есть я да я отдаю другим но прежде всего я должна все делать для себя и только когда я наполнена любовью к себе да нас мы сегодня будем рассматривать этот код через трансформационную игру сакральный путь любовь к себе когда у меня все хорошо когда я просто в таком цветущем состоянии тогда я отдаю другим потому что я так хочу они наоборот когда я должна 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 что чаще всего женщины делают да ну что я мама я теперь должна а прежде всего купить сапоги детям а не себе я должна накормить мужа а я уж как-нибудь там ладно отдохну должна навести порядок в доме должна 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 все должна забывая о себе и что происходит тогда да прекрасно каждый из нас я думаю на своем примере пробовал это такой способ когда мы отдаем все себя и ради вот этого служения близким и потом просто перегораем это очень хороший пример в самолете когда мы сначала маску одеваем себе потом ребенку поэтому да для женщины очень важно дарить любовь сейчас мы разберем кстати по даже по энергетическим центром я взяла с собой чтобы не быть голословный чтобы какая-то у нас была хотя бы схема я взяла с собой поле игры по 7 печатей и здесь как раз у нас все энергетические центры когда мы играем в эту трансформационную игру то с запросом игрок попадает в одно из полей видите вот они как раз совпадают с нашими энергетическими центрами с нашей чакральной системы напишите кстати тоже пожалуйста в комментарии знакомы ли вы с энергетической системой вот с этими системой чакр или нет потому что если знакомы то я тогда буду рассказывать уже с друг с другой немножко позиции если не знакомы то расскажу и в процессе игры например у меня запрос часто кстати так бывает что девушка приходит на игру и говорит я хочу выйти замуж хочу найти своего избранника и оп-оп-оп почему-то она попадает вот сюда и застревает здесь игра называется 7 печатей потому что мы говорим о том что если наше желание не исполнилось значит где то есть блок на какой-то энергии да и этот блок нам нужно как будто распечатать эту энергию поэтому и когда игрок попадает в одно из печатей то он отсюда не выйдет пока не произойдет какой-то инсайт у него и он не поймет почему же здесь он застрял так вот интересно да что вот с этим запросом я хочу выйти замуж девушки часть попадает вот сюда на это вишутха центр это кто я мое предназначение выражение себя а ксения пишет познакомая отлично хорошо то есть вроде бы не связанное да то есть найди сначала себя потом уже притянется соответственно партнер когда ты уже будешь знать кто ты и что ты ну так вот про служение очень интересно что среди этой энергетической системы я изучала на центре эволюции хиром также у ольги валяева в книге это описано что у нас есть активные и пассивные центры и если мы будем говорить начнем снизу вверх самый нижний центр это муладхара чакра это наша безопасность это наша выживаемость наш комфорт вот он как раз активный у мужчины то есть это мужчина его задача да вот и с его задача это обеспечить безопасность выживаемость комфорт себе своей семье ну и соответственно всем к всем кто есть вокруг женщина если у нее пассивные энергетические центры она просто принимает то есть мы разрешаем своему мужчине и не только своему когда мужчина хочет открыть дверь там принести там что-то да накачать колеса на велосипеде даже сосед незнакомый совершенно мужчина да это наше безопасность если он говорит одень шапку да одеваем то есть мы принимаем не не упрямимся что нет нет я этого не сделаю это соответственно здесь женщина себя проявляет принимая следующий энергетический центр поднимаемся чуть чуть выше нет нет не желтенький оранжевый вот тут расход кистана чакра это как раз удовольствие и самое интересное что вот этот центр уже у женщины как раз активный и представляете как классно что мы родились в женских телах потому что наша задача как раз это дарить и получать удовольствие причем удовольствие это здесь и про сексуальность тоже но здесь и про дело которое мы делаем делаем это с удовольствием это про получение удовольствия от еды от просто от того что открыла утром глаза и ой как хорошо да вот это дарение красоты то есть весь спектр удовольствия он здесь и соответственно вот если мы будем говорить про интимное взаимоотношение в семье да то как раз вот получается женская задача это обеспечивать потому что мужчина он как-то вот они могут ровно совершенно жить женщина нам позволяет мужчине испытывать вот эти моменты удовольствие да показывая своим примером и соответственно даряя это удовольствие другим то есть вот это женская активная дальше следующий центр мы поднимаемся здесь как раз про деньги манипура чакра это действие в социуме то что мы делаем и за это получаем деньги такая активность социальная вот как раз здесь же мужчина должен быть активным а женщина пассивно женщина принимает и очень классно быть женщиной в том плане что женщина деньги получает получается пассивно да то есть мы что-то делаем с удовольствием вот здесь вот что-то сделали с удовольствием и на пассивно просто прилетели деньги вот здесь то есть и наоборот если женщина начинает концентрироваться на деньгах о том что так хорошо я буду зарабатывать деньги, для этого я пойду на работу, для этого я буду все делать в своей жизни, то, соответственно, она начинает действовать вся энергетическая система тогда и у нее, и в паре, соответственно, тоже, да, начинает действовать совершенно по-другому, в другое направление, и счастье это не приносит. И вот следующий центр – это наша анахата чакра, вот он здесь зелененький, это наш сердечный центр. И вот здесь как раз вот наше слово служение, оно будет здесь. И очень интересно, что вот эти три центра, про которые мы только что сказали, очень много людей, наша задача – это наш духовный рост, они как раз живут вот на этих центрах, когда мы думаем о том, так, куда бы съездить в отпуск, как бы закрыть вот эти удовольствия, получить от жизни, дом побольше, машину, денег побольше заработать, обеспечить себе, выживаем, уровень комфорта. Но когда мы поднимаемся выше, оказывается, что да, это все важно, это все у нас уже закрыто, это все у нас уже есть, и оно само собой разумеющееся, да? Но когда мы поднимаемся выше, мы задумываемся, а для чего мы это все делаем? А для чего мне вот эти машины, квартиры, а для чего я вообще хожу на работу? И здесь вот у женщины этот центр, он как раз активный. Давайте посмотрим, что здесь у нас написано. Здесь радость, эмпатия, забота, перемены, любовь земная, земные радости и искренность, да? То есть вот такая вот многогранная любовь, безусловная любовь земная, состоящая в нашей вот этой игре, в понимании автора, из таких частей. И на самом деле вот здесь это слово служение, для чего? Вот почему я сейчас веду, например, этот эфир, да? Я же веду его бесплатно. Почему мы, женщина, когда, например, рожает ребенка, она же тоже, она настолько изматывается иногда, да? Она не спит ночами, ее тело иногда бывает, что не очень хорошо себя чувствует и в процессе беременности, и позже. Но женщина все равно это делает. И если она этого, наоборот, не делает, то она не испытывает счастья, как будто бы чего-то не хватает, да? Как будто бы вот какая-то задача не выполнена. И когда мы поднимаемся уже, да, когда у нас здесь все наполнено, мы поднимаемся в наш сердечный центр, то мы понимаем, что для женщины очень важно дарить свою любовь. То есть мы на самом деле можем менять очень многое в этой жизни. И, как говорят, один человек, вот есть две теории, да, один говорит, что, ну, один в поле не воин, он совершенно ничего не может сделать. Есть другая теория о том, что и один человек может поменять жизнь, поменять настолько, что к лучшему, да, и жизнь свою, и жизнь своих людей. И здесь о вопросе закрытости. Некоторые живут совершенно закрытым каким-то своим миром, когда есть я, есть мой муж, дети, друзья, коллеги по работе, все, остальных людей как бы не существует, да? И на самом деле, да, это наша задача заботиться о наших близких, заботиться о наших родных, но другие люди, они же тоже существуют. Мы бы тогда жили в лесу с такими маленькими вот группами, да, и не общались бы друг с другом, но почему-то мы видим этих людей везде и кругом. И очень мало кто задумывается, задумываются только те люди, которые поднимаются выше, да, вот в этот сердечный центр, о том, что я могу помочь улучшить жизнь людей, даже незнакомых, да? И не только через Инстаграм. Такие возможности проявляются каждый день в нашей жизни. И очень интересно, что когда мы дарим вот эту любовь, пропускаем этот поток любви через себя, то мы испытываем еще больше любви, да, то есть вот как говорят, вот я не знаю, как любить себя, да, я вот как-то не испытываю радости, я утром просыпаюсь, и ну для чего я все делаю, я не понимаю, как-то вот жизнь вообще какая-то вся такая серенькая, серенькая, непонятная. Но как только мы начинаем через себя проявлять эту любовь в мир, сделали коллеги на работе комплимент, слушай, у тебя такое платье, красивое сегодня, ты такая прям сегодня, вот девушка весна в этом платье. Произошел обмен энергии, вот эта девушка расцвела, поблагодарила, и вдруг мы тоже начинаем себя лучше чувствовать. улыбнулись ребенку на улице, поиграли со своим, пришли в гости, например, дети, подружки, друзья вашего ребенка, да, ну ладно, сидят в комнате, играют, но можно с ними поиграть. И вдруг они начинают лучше себя чувствовать, и мы чувствуем, что мы сами наполняемся этой любовью больше, как будто бы вот этот поток, да, он становится шире, больше. И только вот таким образом пропуская через себя, а вот это и есть служение, да, то есть получается, что в этом слове на самом деле ничего такого нет, ну вот по крайней мере, то, о чем мы говорим, нет негатива, нет какого-то рабства такого, да, а это именно я хочу так делать, и я это делаю, когда я наполнена энергией. А если я не наполнена энергией, то есть что я делаю? Я тихонечко ухожу в лес гулять, закрываю дверь в свою комнату, да, сажусь в медитацию, смотрю какой-то сериал или что-то, то есть стараюсь восстановить свои силы для себя и для других людей в том числе. И давайте мы сегодня посмотрим код, он называется сознание единства, как раз о том, что мы все друг с другом связаны, и что это вообще такое, я держу в руках, да, что это за код такой, я вам рассказала о системе энергетики, мы чуть-чуть еще поднимемся выше потом, да, сейчас мы поднялись до сердечного центра, а сейчас перейдем к другой игре, она называется «Сакральный путь», автор Данила Рудаков, тоже трансформационная игра, в нее можно играть и онлайн, и оффлайн, и здесь коды. Это коды Яноша, мандалы, и автор говорит, что каждый из нас, он вибрирует на определенной частоте, если мы хотим, чтобы наш запрос, наше желание исполнилось, то нам просто нужно попасть на ту же самую частоту, и вот эти коды, они позволяют это сделать. И в игре у нас три шага, это мы играем, да и там обязательно нужна обратная связь, поэтому вот так в прямом эфире мы только можем взаимодействовать, познакомиться с игрой, но мы играем индивидуально или в группе, через интернет, когда человек тоже дает обратную связь, именно словами, потому что там очень важно это. И сначала мы выбираем этот код, каждый из них имеет название, вот, например, сейчас мы посмотрим код сознания единства. Я его, кстати, еще даже не нашла. И затем, после того, как мы уже на самом деле попали на эту частоту, но для нашего мозга, для нашего сознания нужно объяснить это словами, что же это означает. И тогда мы распаковываем его в виде слов, а затем, чтобы закрепить и заземлить, мы еще выполняем задания. Задания такие, иногда с юмором, иногда из сферы актерского мастерства, иногда серьезные, психологические. Есть сборник заданий и из него мы уже выбираем именно под этот код задания и выполняем. Особенно интересно в группе это все происходит. Ну так вот, про... Я приглашаю вас, кстати, на эту игру. Про код создания единства. Сознание единства. Сейчас я вам прочитаю. Выглядит он вот таким вот образом. Можно тоже заскринить сейчас. Видно, да? Чуть-чуть на него посмотрим. И в настоящее время происходит реализация некоего плана, который является нечто большим по сравнению с проблемами современного мира. Это едва заметное понимание, чувство, которое приводит нас в состояние момента сейчас. Там, где продолжают рушиться политические и экономические системы, начинает расти в нас и тяга к новому миру. На такой мир уже не будут воздействовать страхи, надежды и различного рода потребности. Мы уже насытились трагедиями и беспорядками, творящимися вокруг нас. Необходимо, чтобы что-нибудь произошло, но что можешь сделать ты, как личность? В известном нам обществе мы вынуждены наблюдать, как вышестоящие политики совместно занимаются решением проблем, в то время как мы сами остаемся бессильными. Несмотря на все это, пойми, что это не тот путь, по которому стоит идти. Еще сегодня ты можешь остановить свой выбор на изменениях, которые помогут тебе превзойти свой собственный страх. Чтобы объединиться с созданием единства, тебе нужно посмотреть на происходящее из-за кулис. Отдай предпочтение любви, а не страху, разнедеятельности, а не пассивности. Выбери самоуверенность вместо обеспокоенности. Прояви внимание к ближнему, зная, что он, так же, как и ты, находится в собственных поисках. Таким образом, ты уже перестанешь быть просто зрителем всех несчастья и бед, а станешь частью одного большого единого целого. Частью кода сознания единства поможет тебе установить контакт с новым сознанием, который объединяет нас друг с другом. И аффирмация, которая здесь, мы все связаны друг с другом. Я вот так сейчас подержу, да, вы заскриньте, чтобы вы тоже сами могли прочитать, потому что это очень важно, когда мы слушаем, это одно, а когда мы читаем сами, то это совершенно другой процесс происходит. И вот отсюда тогда можно порассуждать о том, что каждый из нас что-то может сделать, да, пусть совсем сначала это будет, конечно, небольшие шаги, но потом текст не читается, да, пишет Таня. Ну-ка, почему текст не читается? Это же текст, он должен читаться. А интересно, что в комментарии мы тоже не можем, да. Давайте мы сделаем так, я тогда сфотографирую и отправлю в сторис, отмечу женский круг, а Таня тогда, а, он в другую сторону развем, все, поняла, хорошо, тогда отправлю в сторис, и в сторис вы сможете тогда его достать. Хорошо, Таня, сделаем тогда так, да, я сфотографирую после эфира уже. И вот интересно, так сейчас, какой же код я вам приготовила? Да, мы сейчас небольшую по медитации тоже проведем. Так, сейчас, секундочку, я тут отключу все. Но сначала давайте договорим все-таки о наших энергетических центрах, да, чтобы у нас с вами не осталось так вот на половине мы дошли до сердечного центра, а я думаю, что мы все, те, кто уже сейчас находятся здесь, уже здесь, на этой энергии, потому что я знаю, что здесь много женщин, помогающих практиков, те, кто хотят помочь вот даже незнакомым людям, потому что когда мы поднимаемся выше на вот этот уровень, то на самом деле мы видим, уже стараемся заглянуть в душу человека, и мы не видим в нем какого-то там спившегося алкоголика или человека, который там разъяренный, конфликтующий, да, а мы смотрим, а почему он это делает, а что происходит в его жизни, смотрим глубже, да, и тогда совершенно по-другому нам предстает в наших глазах. Ну давайте поднимемся выше, итак, мы с вами, давайте еще раз, что женская задача это получать и дарить удовольствие, это наполняться любовью к себе и дарить эту любовь всем вокруг, следующий энергетический центр, это как раз про который мы говорили, это наш Вишутха-центр, да, он находится вот здесь в горле, и кстати, много бывает проблем у женщин как раз с щитовидной железой, да, ее вырезают, что-то там, только не делают с ней, горло часто как у нас болит, у меня в детстве все время были ангины, так вот это о том, а кто я, а проявляю ли я себя, или же я спряталась под какой-то маской, под удобной, да, а может быть даже и неудобной, но я сама себя не знаю, я сама себя не проявляю, я хочу петь, но я не пою, я хочу рисовать, но у меня на это нет времени, я хочу помогать людям, но откладываю это все там на завтра, на завтра, на завтра, и делаю, например, то, что мне там говорят родители, муж, то, что нужно делать каждый день, и вот этот центр, да, он на самом деле у женщины пассивный, а у мужчины активный, но пассивный у женщины это не означает, что она себя не проявляет, она также проявляет себя, но здесь пассивный и активный имеется в виду через слово, как мы взаимодействуем, а мужчина своим словом, он хочет изменить реальность, он действительно это меняет, поэтому попросите своих мужчин, чтобы они вам говорили только комплименты, да, то есть, потому что если мужчина говорит, слушай, ты толстая, ты толстая, ты толстая, ты толстая, то женщина в конце концов такая и будет, И наоборот, так вот устроено в энергетической системе, что мужчина своим словом, он воздействует на мир, а женщина своим словом описывает мир. Вот то, что я сейчас вам рассказываю, я, получается, делаю описание, а ваша задача уже принять его, не принять, начать действовать из этого. Но у меня такой, я хочу поменять мир своей любовью, даря свое удовольствие, а слово это как я использую, как инструмент, как описание. Но я могу просто посидеть рядом с человеком, да, конечно, сила слова есть, да, конечно, добрые, хорошие слова, они совершенно другую вибрацию настраивают, но я не обязательно использовать инструмент слова. Я могу просто посидеть рядом с человеком в метро, да, наполнить его там тоже потоком любви, и он выйдет совершенно другим человеком, даже если мы с ним совершенно не разговаривали, да. Вот это следующий наш центр. Но зато следующий центр активный у женщины, это наш третий класс, аджна, да, видение, ясновидение, интуиция. Вот этот центр, он, вот прям, раньше я думала, что как классно быть мужчиной, что они все могут, а на самом деле как классно быть женщиной, потому что у нас вот этот энергетический центр, он активный, и на самом деле женщина своей интуицией, своей визуализацией, вот она и может менять мир, да. То есть мы можем закрыть глаза, представить, как и что будет, и если нет блоков, нет того, что мешает, и это наилучшим образом для всех, то оно на самом деле так и исполнится. И наша интуиция, да, вот обязательно нужно ее слушать, нашу женскую, и нам, и мужчинам тоже, потому что в паре как раз, как говорят, да, вот мужчина голова, а женщина шея. Вот здесь можно тоже, например, с интуицией, то есть эта женщина говорит, слушай, ну, ты знаешь, тебе, наверное, вот на этой работе тебя не ценят, да, там, давай, я что-то как-то вот думаю, что тебе лучше вот туда перейти, да, или что-то, но вот если это действительно интуитивное какое-то ощущение, то оно и будет самым-самым правильным и для себя, и для близких, и для других людей, так что вот слушаем свою интуицию. И вот они, три центра, из которых складывается женское предназначение и женское служение. Дарить и получать удовольствие, дарить и получать любовь, да, окружать все вокруг любовью, исцелять эту любовью, и использовать свою женскую мудрость, интуицию во благо себе и другим. Ну, а дальше уже мы поднимаемся, следующее, это коронная чакра, когда это связь я и мы, я и бог, да, связь малого с большим. Вот это то, что касается энергетики. И здесь как-то все тогда раскладывается по своим местам, да, а что же я тогда буду делать? Вот если мне это нравится, я прям кайфую от этого, вот это и буду делать, правда? Потому что это получается, что я тогда реализую свое предназначение. Если мне прямо хочется вот из состояния любви что-то кому-то сделать, знаете, иногда еще бывает, женщины стесняются, то есть, ну вот, а что я им там, картиночку с добрым утром не буду отправлять, подумают, что я там как-то, да, еще что-то. Инструмент, он не так важен, главное вот ваше желание поделиться своей любовью, потому что любовь на самом деле исцеляет, это же самая, на самом деле исцеляющая энергия во Вселенной, и кому-то ее, может быть, сейчас совершенно не хватает, да. Но для того, чтобы делиться, давайте мы сейчас наполнимся этой любовью к себе. Вот я приготовила даже для нас код, я тоже его тогда выложу в сториз, да, чтобы вы кверх ногами у нас не читали. Но сейчас давайте мы прямо немножечко помедитируем. Итак, сейчас мы садимся ровненько с прямой спиной, перед экраном, я вот так его буду держать, и мы просто смотрим. Код называется «Любовь к себе». И мы сейчас смотрим в серединку нашего кода и стараемся расфокусировать взгляд, стараемся расслабиться. Делаем глубокие вдохи и выдохи. Сделаем пять вдохов и пять выдохов. Вдох через нос, выдох через рот. И продолжаем смотреть на серединку нашего кода. Можно делать вдох и выдох через нос, как удобно вам. И он так потихонечку расплывается у нас. Как знаете, раньше такие были картиночки, когда смотришь в серединку, а картинка совершенно другая. Хорошо. Наполняемся любовью к себе. Поднимаемся на эту вибрационную частоту. Чтобы сами себя чувствовать наполненными любовью и дарить эту любовь. Теперь закрываем глаза. И с закрытыми глазами еще немножечко представим этот код на нашем внутреннем экране. Кажется, есть. Кажется, нет. И представим поток сверху на нас, льется сверху из Абсолюта, от Бога. Белый поток любви. Мы сидим с закрытыми глазами и дышим этим потоком. Дышим через макушечку. Он проникает по оси сознания в каждое наше тело, в каждую клеточку нашего физического тела. Вдох. Я вдыхаю свет и любовь. Выдох. В этот поток я выдыхаю. Все негативное, все старое, все ненужное. И оно растворяется в потоке. Вдох. Я вдыхаю свет, я вдыхаю любовь. Выдох. Освобождая место для нового, освобождаясь от всего старого, негативного, от программ болезней, негативности, энергетической грязи. И почувствуйте прямо поток каждой клеточкой тела. Расширьте поток. Он не только через макушку проникает, а все наше тело в этом потоке. Поток расслабляет, гармонизирует. Мы наполняемся этой энергией любви. Дышим, вдыхаем поток. И когда, если вдруг у вас наступит такое состояние, что вы почувствуете себя усталой, что у вас нет энергии, что есть какое-то растражение, то вы также просто закройте глаза и представьте, что сверху на вас льется белый поток. Поток любви, энергии любви достаточно во Вселенной, ее хватит на всех. И наполнитесь, возьмите столько, сколько нужно вам. Если кто-то из ваших близких болеет или раздражен, или ребенок капризничает, муж устал на работе, какой-то человек разводит конфликты, споры с вами, тоже направьте на него поток любви. Чтобы этот поток сгармонизировал состояние, исцелил. Чтобы эти люди, которые вас окружают, ваши близкие, не забирали вашу энергию, а сами были наполнены энергией любви. Тоже хотели делиться из избытка этой энергии, потому что ее достаточно, потому что она переполняет и хочется поделиться. Потому что у меня ее много. Хорошо, молодцы. И делаем еще раз глубокий вдох. Вдох, я вдыхаю свет и любовь. Выдох. Открываем глазки. Молодцы, хорошо. Есть у нас еще время, проверяю. И давайте пока прочитаю. Что же у нас? Супер, пишет Яна. Хорошо, спасибо. Распакуем для нашего сознания, о чем же был наш вот этот код, любовь к себе. Смирение и скромность проходят красной нитью через всю твою жизнь. Ты не решаешься ставить себя выше других, опасаясь быть отвергнутым. Часто у тебя появляется склонность отвергать тех людей, которые с чувством собственной самоуверенности занимаются тем, что они любят. Дело в том, что они затрагивают что-то лично в тебе, а именно то, что глубоко внутри самого себя ты тоже хочешь быть свободным. В качестве компенсации ты берешь на себя обязательство прежде всего протягивать руку помощи другим. Вместо того, чтобы принять себя чересчур всерьез, ты заботишься обо всем мире. Неосознанно это приводит к ощущению признания. Но из-за того, что ты постоянно приспосабливаешься, ты делаешь себя зависимым от своего окружения и теряешь энергию. Частота кода «любовь к себе» даст тебе возможность наделить самого себя еще больше энергии и любовью, чтобы вследствие этого ты мог приносить больше пользы другим людям. И аффирмация, да, здесь еще аффирмация и подсказочки «Я люблю себя таким, какой я есть». Тоже тогда в сторис отправлю, и можно будет посмотреть, прочитать, да, именно для себя. Вот такая вот интересная штука, да, то есть получается, что мы наполняемся этой любовью, и когда мы ее отдаем, то вот этот поток, он получается тогда как неосекаемый источник, да, то есть мы все время находимся в этом потоке. Благодарю, да, спасибо большое, Олеся, тоже за обратную связь. И вот такое вот получается наше женское служение, да. Мы вначале стали о нем разговаривать, и получилось, что оно какое-то такое для других больше, чем для себя, и что-то в нем негатива было много, да. А сейчас, смотрите, уже наш эфир скоро будет подходить к концу, у нас 20 минуток осталось еще, в принципе, достаточно много, но состояние уже совершенно поменялось, то есть мы понимаем, что если мы хотим что-то сделать для другого человека, то это нормально, это прекрасно. И может быть даже, я вот приготовила для нас колоду тоже, послание ангелов-хранителей, да, может быть это через нас, это желание, да, может быть оно появилось в голове, потому что через нас говорят высшие силы, да, и может быть действительно этому человеку, которому нам захотелось помочь, именно сейчас нужна помощь. И давайте сейчас вытащу как раз карту тоже из колоды. Советы ангелов-хранителей, Дорин Верчи, мы позаботимся о тебе. Какая же нам сегодня карта нужна? Ага, отлично. На рубашке написано, слушай свой внутренний голос, тоже, наверное, у вас кверх ногами, но я вам сторис отправлю. А здесь «следуй за мудростью своего внутреннего голоса, который направит тебя по пути любви и света». Ну, прям вообще вот всё то, что мы говорили. Ещё раз прочитаю. «Следуй за мудростью своего внутреннего голоса, который направит тебя по пути любви и света». Но очень интересно тоже, что для того, чтобы этот голос услышать, что нужно сделать? Нужно создать условия определённые. Если мы встали утром, сделали пробежку, попили кофе, отвели детей в садик, побежали на работу, прибежали, ты-ты-ты-ты-ты, всё-всё-всё-всё, легли спать, уснули, потому что устали за целый день, то вот этот внутренний голос у нас просто нет возможности услышать. Мы услышим его только в расслабленном состоянии, и для этого для женщины очень важно прямо выделять время. И это время находится всегда, когда мы просто можем закрыть глаза и, может быть, обратиться в молитве к Богу, может быть, просто расслабиться и подумать, а куда же я бегу, а чего же я хочу, а какой будет мой следующий шаг. И инструмент его не нужно носить с собой, то есть он не тяжёлый, вот этот инструмент для прослушивания внутреннего голоса. Он у нас всегда есть с собой. Мы можем закрыть глаза в любом месте. Это можно сделать в метро, за рулём не нужно. Это можно сделать на работе, это можно сделать утром перед тем, как вся семья проснулась, то есть поставить будильник на 10 минут раньше, и эти 10 минут просто посидеть с закрытыми глазами, например. Иногда не обязательно с закрытыми, можно концентрироваться на одном предмете. Таких практик тоже очень много. И мы разговаривали, например, с девушкой один раз. Она работает в Москве адвокатом, и она говорит, ну, у меня всё время на работе кругом люди, у меня нет своего кабинета, мы сидим рядом с коллегами. Ну, нет у меня возможности закрыть глаза на работе. То есть меня просто подумают, что я плохо себя чувствую или что-то. Но мы с ней думали, думали, как. И потом ей пришла в голову, она услышала всё-таки свой внутренний голос, прекрасная идея, что знаете, где можно закрыть глаза? Это можно сделать в ванной уборной комнате, в туалете, да, и как мы его называем, во время припудривания носика. То есть просто уединиться, закрыться, и даже там можно закрыть глаза. То есть если вот действительно такая вот беготня-беготня, потому что в Москве я верю, что может быть такое на рабочем месте. Поэтому всегда уж можно найти такой уединённый момент для себя. Поэтому вот слушай свой внутренний голос. Хорошо. Какие-то есть ли у вас вопросы? Напишите, если есть. И если нет, пока отпишите, я хочу ещё один код для вас приготовила. Он называется, он баланс. Тоже отправлю в сториз. Про баланс, это на самом деле, ну, мы все о нём говорят, но мы обязательно тоже скажем об этом, да, что женщина очень часто растворяется в других. Или же наоборот. Всё берёт себе, только себе. Я всё для себя, да. То есть таких называют, да, женщины-стервы, когда вот она прям по головам идёт, всё для себя. Но чувствует ли она при этом себя счастливой, чувствует ли она себя нужной, наверное, здесь неправильное слово, но вот именно проявляет ли она всю себя, да, вот это ощущение. Поэтому баланс очень нужен. И мы тоже прочитаем сейчас, что тоже имеет в виду игра «Сакральный путь» под темой баланса, чтобы мы понимали, где нужно позаботиться о себе, а где нужно позаботиться о других людях. Это очень важно, да. Давайте посмотрим, что же здесь у нас про баланс. Будучи людьми, мы, скорее всего, склонны проявлять интерес к тому, чего мы не имеем, а не к тому, что у нас уже есть. Мы легко поддаёмся соблазнам внешнего мира, в котором мы часто настраиваем сами себя против успехов окружающих нас людей. Таким образом, мы обременяем себя различного рода сомнениями, что выводит нас из равновесия. Может быть, было бы гораздо легче, если бы ты принял во внимание тот факт, что ты уже совершенен в том виде, в каком ты есть. Когда ты будешь жить, доверяя своим чувствам и своей собственной правде, то уже больше никто или ничто не сможет вывести тебя из равновесия. Чистота кода баланс поможет тебе в признании самого себя и присущих тебе талантов. И аффирмация «Я устойчиво стою на ногах и нахожусь в равновесии». И вот я вам желаю находиться в этом состоянии баланса. И женщина, на самом деле, очень чутко всегда чувствует, что же с ней происходит. Вдруг начала болеть голова. Ага, значит, меня выбило из этого состояния баланса. Значит, нужно на самом деле отбросить все дела, если это возможно. Ну, или просто закрыть глаза, как мы с вами поговорили, и наполниться энергией. Потому что для женщины очень важно состояние. Потому что, если мы творим и что-либо делаем в состоянии стресса, в состоянии нервозности, то мы наполняем то, что мы делаем, даже нашу работу, да, ежедневную, как раз таким состоянием. То есть, оно туда же и передается. Поэтому очень важно состояние свое все время отслеживать и нормализовывать. И для этого тоже есть очень много средств, афирмации, просто вдох, дыхательное. Вот Таня тоже учит на своих уроках кундалини-йоги, да, дыхание, может быть, там, попить. Каждому они свои. Когда у тебя игра будет проходить групповая? Смотрите, я чаще всего работаю, особенно сейчас во время карантина, под запрос, да. Если вы хотите поиграть, то напишите, и мы с вами поиграем. И, кстати, всем тем, кто смотрит у нас этот эфир, участникам женского круга, я дарю скидку 50% тоже на участие в игре Сакральный путь, 7 печатей, и у меня еще есть 3 игры, это Лила Чакра, самая древняя игра, старинная, может быть, слышали о ней, она тоже об энергетической системе, любовный роман с холодильником, очень интересная юмористическая игра, это для тех, кто хочет похудеть. Мне, видите, вот тоже немножечко надо после карантина щечки свои убрать. Почему мы накапливаем вес в теле, да, уже давно понятно, что это не только вопрос того, что мы едим, а это вопрос в нашем сознании, подсознании, что там происходит. И секреты отношений, это об отношениях в паре, да, это именно об отношениях с мужчиной. Вот, поэтому можно выбрать одну из этих игр или консультацию с метафорическими картами. Обычно как происходит? Мне пишут девушки, да, например, я работаю еще, мне очень нравится работать индивидуально, потому что индивидуально мы два часа, вот сейчас мы с вами час работаем, да, и я, в принципе, говорю о таких вещах общих, но на игре мы говорим именно о вас и о вашем запросе, то есть мы не только о вашей жизни, а мы сужаем ее до определенного запроса, рассматриваем только вот один болезненный момент, который сейчас наполнен энергией, который сейчас нужно разобрать. И сначала вы мне озвучиваете запрос, с чем вы хотели поработать, а затем уже я подбираю инструмент, какая игра лучше подойдет при этом запросе. Потому что онлайн лучше работать индивидуально, а вот офлайн, да, мы играем в играх, но можно организовать что-нибудь и групповое тоже. Групповые чаще всего игры проходят, когда уже группа знает друг друга, да, например, вот у нас чат девочки Германии, мы играем, да, они знакомы как-то между собой. Поэтому я вас приглашаю прежде всего на индивидуальные игры. Добро пожаловать. Напишите, я напишу в комментариях, куда писать, да, в личные сообщения, расскажу все подробнее. Давайте посмотрим, сколько у нас времени. О, у нас 10 минут осталось. Отлично. Я просто знаю, что Инстаграм отключит эфир, и мы его не сохраним, если мы больше часа продлимся. И пока у нас еще есть время, давайте вытащим еще одну карту, ресурсную. А какой же ресурс нам нужен? Что такое ресурс? Вообще, да? Я думаю, что здесь все у нас, те, кто смотрит эфир, подкованные уже, уже знают. Ну, ресурсы – это наша сила, да, какая-то, то есть то, что нам поможет. Это как полезные ископаемые, можно сказать. Чего же не хватает нам? Какой же нужно энергии наполниться, чтобы вот как раз прийти к этому балансу, о котором мы говорили? Сейчас вытащу карточку. Для вас карточка тоже будет общая, а, конечно, в индивидуальных консультациях вы сами там бросками кубика или случайным числом выбираете карту. Так, вот такая вот получилась карта. Что тут интересно? Можете описать в комментариях. Во-первых, когда смотрим на карту, смотрим, есть ли я на карте или же я наблюдатель. Если есть я, то где я? Кто, например, кто из этих котиков? Кто я? Ближайшая Татьяна пишет. Ну, можно в следующие выходные сделать ближайшую игру. О чем для меня эта карта? Тоже можете сделать скриншот. Каждый свое что-то увидит. Для меня эта карта как раз о любви к себе. Смотрите, вот здесь вот котик, он такой в зеркальце смотрится и прямо светится, потому что ну такой вот он прям хорошенький-хорошенький, да? Может быть, он пока еще ребенок. А там вот, наверное, мама смотрит на него, но смотрите, она смотрит на него с добротой, любовью, она его не осуждает, этого котика, за то, что он тут любует сам собой, да? потому что она понимает, что он на этом самолюбовании все не закончится, что вот у него там много братишек-сестренок маленьких у него на руке висят, и когда он насладится вот этой любовью к себе, то он пойдет, вернется к ним, будет помогать маме, поможет своим братикам-сестренкам, поиграет с ними, но прежде всего, да, вот он наполняется этой любовью. Ага, вот Танечка написала, для меня про наслаждаться собой и жить в кайф. Угу, отлично, вот то, что мы как раз говорили, наслаждение, удовольствие, да, второй энергетический центр, как раз наша женская реализация. Угу, супер, хорошо. Вот этого я вам и желаю, мои дорогие, хорошие, быть в балансе, жить в удовольствии и в кайф, дарить свою любовь, и ни в коем случае не обесценивайте себя. Знаете, такой, сейчас секундочку, посмотрю, время, да, чуть-чуть есть у нас времени. Чтобы помогать людям, мне нужно стать психологом. Не обязательно. Люди есть везде, люди есть вокруг всегда. И не обязательно быть помогающим практиком, имеется в виду, что вот что-то проводить, прям консультации, через интернет людей искать. Можно и на своей любой работе провести такую психологическую консультацию, да, что человек просто расцветет и скажет, ну, надо же, спасибо тебе большое. Прямо вот я себя совершенно по-другому чувствую. Как часто люди приходят, например, на маникюр, на педикюр тоже, да, девочки, и говорят, что, ну, слушай, с тобой как с психологом прям поговоришь, и так здорово. Хотя специалист совершенно не психолог, то есть мы можем дарить вот этот свет, можем улучшать жизнь других людей, не обязательно становляясь помогающими практиками именно вот такого плана, да, то есть приходите на консультацию, все, всех остальных отодвинули, так, муж, иди в свою комнату, дети в свою комнату, у меня консультация, я помогаю людям, да, дети при этом плачут, и им не хватает мамы. То есть, ну, вот посмотрите вокруг, вот это, давайте я вам такое задание дам небольшое, обязательно сегодня, даже в воскресенье или завтра вы увидите, кому вы можете помочь, как, потому что люди сами будут к вам приходить за этой помощью, и она не обязательно должна быть глобальной и огромной, да, иногда это улыбка, иногда это доброе слово, иногда это просто выслушать человека, иногда это написать, уделить свою энергию, да, вот куда энергия, туда и внимание, уделить время, может быть, даже со своим ребенком поиграть, вот, так что желаю вам такого приятного нашего женского служения, служу, да, служу Советскому Союзу, и спасибо большое за приглашение на вот этот прекрасный, прекрасное мероприятие, на женский круг, спасибо всем спикерам, в общем, благодарности, благодарности, благодарности всем, Танечка, тебе спасибо за то, что ты организовала, и вот энергия благодарности тоже очень сильная вещь, но об этом в другой раз, приходите на игры, на консультации, до встречи, Екатерина Великанова с вами была, отключаюсь, пока-пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok